Лидия Фёдоровна Заправский собирает самовар. Самый, что ни на есть, настоящий, не электрический, оттого и чай из него душевный, согревающий. С дымком. Батюшка осветил Пасхи, яйца, куличи. Будем угощать народ. В такая погода, Господь умывает нас немножко холодно, но мы не растерялись. Скипятим чай и будет у нас благостно, с чаепитием и вкусно-вкусно дымком. Как бы русское старинное гуляние, да, самовары, куличи, Пасхи, лотки, песни. Будем радоваться светлой Пасхе. Господь благословил. И погода не помешала горожанам прийти на пасхальные гуляния возле храма Рождества Пресвятой Богородицы. Они, кстати, проводились в рай впервые в таком формате. Активное участие в организации приняли прихожане церкви, священнослужители и общественники организации «Русичий женсовет». В этом году это получилось впервые. Ну вот видите, дождь, но это тоже Божья благодать на нас. Это великий большой праздник. И вот, пожалуйста, люди приходят, пьют чай. И благодаря храму прихожанам мы вот угощаем всех людей. Конфеты, яички, куличи. Это все освященное. Всем здоровья, счастья, всех благ. Развлекали уральцев городские хоры. Югория и Сибирячка в День Светлой Пасхи. Особенным репертуаром. Как веселыми песнями, так и тематическими церковными. У нас репертуал русские народные песни, лирические. Но это же пасхальное песнопение. Мы готовились целый месяц к этому. Это же очень трудно. Вот и все выводить ноты, голоса на три голоса. Чтобы красиво получилось, мы целый месяц готовились, чтобы выступить сегодня на таком ярком празднике. Сотни уральцев объединил православный праздник Светлого Христового Воскресения. Кстати, отмечается он в течение 40 дней, вплоть до Вознесения Господня. И все это время верующие люди приветствуют друг друга словами «Христос воскресе». Елена Шемшаева, Шамиль Саидов. Специально для новостей.